Царь Небесный Батюшка, попроси Богослови нас, Господи, благослови нас, Господи, чтобы нам быть не только слушающими, но и исполняющими Слово Твое Святой. Тебе слава, благодарения и покаяния, отца Сына и Святого Божьего Христа и Тебе слава. Аминь. Второе послание Коринфянам, 11 глава, 9 стих. Ибо недостаток мой восполнили братья, пришедшие из Македонии. Да и во всем я старался и постараюсь не быть вам в тягость. Толкование возбуждает в них ревность, чтобы боли побудить к милосердию, так, чтобы превзойденные македонцами в доставлении ему содержания, не были превзойдены ими в милостыне. Говоря же, недостаток показывает, что он не получил ничего, кроме необходимого, а содержание доставляли ему филиппийцы. Показывает, что они считали тягостью снабжать его пищей. Хорошо сказано, постараюсь, чтобы вы не подумали, говорит, что я сказал это, имея в виду получить от вас впоследствии. Но и старался, и постараюсь не быть вам в тягость. Это для них сильное обличение. Хотя он еще не окончательно не надеется на них, но совершенно не думает получить от них что-нибудь. Ну, поясни, как практически это было выполнено тогда, почему, и как лично вы столкнулись с этим стихом, и как отрадозрился он, свет оставил этот стих в вашей жизни. Каждый, кто имеет желание, скажите. В Писании написано живо и действенно, и острее меча обои до острова. И Слово Божие, это Слово Божие, до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышление и намерение сердечное. Помышление размышляет об этом, и намерение выполнить или не выполнить. Так написано о Слове Божьем. Ну, а теперь надо, чтобы Слово Божие заговорило. Мне вот часто говорили, я там много раз говорю, ну, как вы могли это все запомнить? Потому что это по мне прошлось. Как я не запомню это, когда это было? Ну, допустим, ребенок погиб, и погиб от транспорта. Какие у тебя мысли? Ну, кто-то виноват, шоферы или что? Ну, в твоей жизни как это было? Никак. Вот это уже трудно поверить. Я в Вашингтоне был, и катаются на улице. Я сразу подошел и говорю, а почему на улице-то катаются? Так катаются. Так он велосипед лежит, вчера парня задобились, что даже велосипед не убрали, опять катаются. А я конкретно гонял с улицы здесь. Я только возьму пруд, а не бежать в ограду. А в ограде там песочница, все. Только я дохожу до перевала слева, который, называем Матушкин, пруд или огород, они уже опять на дороге. Я говорил вслух, что это так не пройдет. Это что-то есть. Что, я не знаю. Получилось так, что один погибает. Вы свидетели. Страшной смертью. Кто будет в этом виной? Это не нашего ума. Но мы-то, когда все, если знаем, то сдрогнем. Так и здесь. Вы молчите. Я вынужден говорить. А вы о себе говорите. 2.18. Для меня спасительный ярко. 2.18. Покажи веру твою бездел твоих. Я верующий. На этом все. А я покажу тебе веру мою и издел моих. Вот это глухонемые показывают работать. Два кулака. Я покажу и издел. А какие дела? Очень простые. Какой хлеб дороже, который мы едим? Или духовный? Что дороже нам? Марфа или Мария? Мария у нога Христа села, получила похвалу, а Марфу дернули. Ну давай Марфа у нас не будет здесь. Мы сразу головой закрутим. Ну а вас кормить-то будут. А Марфа у ног сидит, как Мария. Она поняла. В духовном плане тут сравнить не надо душа и тело. Душа вечная, тело временное. И так и хлеб. Хотя он важнее, но бестелесно, потому что мы являемся храмом Божьим. Храмом Божьим, тело наше. А его и накалывают, и режут, и что только не делают. Накрашивают там. Ну, это протест против Бога. Протест против Творца этого храма. Вот почему нельзя не брить, не щипать там, не убирать, не раскрашивать. Бог сотворил это. Вы кто, если были в Петергофе или Третьюковской галереи? Ну, я не говорю там в Париже. Самые большие музеи картин разных художников. Ну, а кто-нибудь подошел бы с кисткой, вот это неправильно, давай я подправлю там Рафаэля, Сикстинская Мадонна. Это картина номер один во всем мире. На тебя как посмотрят? Какого цвета? Вы думаете, так просто, что везут Боярину Морозову это? Сколько он это делал? Прежде чем написать о Пугачеве, Пушкин приехал в Оренбургскую область, тогда на конях. И поэтому она такая получилась у него повесть. Он встретил даже одну, которая захватила о Пугачеве и Миряне все рассказала. Так и здесь. К нам приезжают, ну, приносят сначала письма, а не сибирское библейское общество. А то уже настораживает. Не просто так. Вот мы псалтырь крупным имеем, это от них. Евангелие, это от них. А они присылают каждый год, у них миссионерские путешествия по рекам, там бывают нерусские народности. И теперь они решили для, которые в горном Алтае, ой, уроты. Ну, будем называть так, живут там люди, которые горно-алтайцы, чтобы понятно было. И они решили перевести на их родной язык Новый Завет. Новый Завет. Булатов Анатолий Владимирович. Солидный, крепкий мужик такой. Ну, и мы сказали, что мы очень любим Библию и за русский перевод. А у них про решение нужно компьютеры купить. Дальше несколько человек откомандировать в Санкт-Петербург, чтобы изучили еврейский язык, греческий. Кто-то греческий. Чтобы перевели с оригинала на их язык. В настоящее время, сегодня наши соотечественники. Ну и денег нету. Вот дальше мы подошли, к чему они собирают. Я выступаю, проповедь говорю, говорю об этом. Денег нужно на такое дело. Кого у нас там? Инвалиды, да, пенсионеры. Работающих-то совсем мало. По пальцам пересчитать. Они приехали и собрали сразу шестизначную цирку. Проходит какое-то время, он снова об этом говорит. А мы снова собрали. И он, когда приехали к нему американцы, которые, видимо, помогают, я не знаю, что они здесь. И он их привез к нам. И он говорит, до Дальнего Востока, это все его библейское общество, снабжают, где ездят. Вы встали на первое место у меня. В течение полгода. Видишь, какое место занимают. И мы еще в недостатке там живем. Мы объявили другие места. А так как люди знают нас, и знаем, что не нам, а идет туда конкретно, на их адрес, то, конечно, наше было. И мы привезли американцев показать, что вот такие люди жертвуют. Они особенно удивились, чему, женщинам. Какие у вас красивые женщины. Я говорю, это платки красивые. Нет. Вот. Вот мы конкретно коснулись этого. У нас это было. У вас, если не было, ну, будете ревновать, будет. Будет где-то сбор денег на такое важное дело Людмила идет. Вот вовремя я рассказываю. Если не называя имена, но знающие все это умудрить надо. Итак, запомните, где идет сбор. Сгорел храм. Я не знаю, как тут отец Саакеев, но он где-то собирал деньги и туда отправил. И у него есть грамота. Кажется, от Ростислава, если не ошибаюсь, вроде митрополит, прислал грамоту за то, что участвовали. Вроде бы храм построили чуть ли не где-то там. Где Михаил, может, я ошибаюсь тут. Но главное, чтобы пришла грамота. Я сам ее видел. Вот когда где-то кто-то там в Беларуси был, какой-то отец Петр или там в Украине. Могу ошибиться. Но главное, чтобы батюшка опять поучаствовал. Нужно было там в Донбасс где-то, ну, люди там бедствуют. Они там собрали машины, продуктов и уже там. Вот это в дело. Вера из дел. Пошли дальше. Десятый стих. Поистине Христовой во мне скажу, что похвала сия не отнимется у меня в странах Ахайи. Плакование. Чтобы они не подумали, что постараюсь. Он сказал для того, чтобы более привлечь их в себе. Говорит. Поистине, сущего Христе Иисусе, говорю, что не возьму ничего. Но чтобы кто не подумал, что он говорит это под влиянием скорби или гнева, то дело это называют похвалой. Проповедовать Евангелие безвозмездно было для него славой, потому что он ради Христа готов был переступить пределы, указанные Христом. Выражение «не заградиться» по-русски не отнимется. Есть метафора, заимствованная от текущих рек. Так, когда слава о нем протекала повсюду, он говорит «не заградиться» – это доброе и славное течение от того, что с нынешнего времени я стану получать что-нибудь. А выражение в странах Ахайи показывает его негодование. Ибо если это похвала, то ее следовало соблюдать повсюду. Но если ее соблюдают только в означенных странах, то очевидно, что те люди, которым это писано, не обладают здравым умом, как прочие. Понятно. Десятину, то другое. Я в одном месте был, а там остановился я уже несколько месяцев, работаю. И вышел проповедник и говорит «у нас чудо-то какое». Где-то кому-то они помогали узникам сборы. Но до того маленький, и вдруг, так, в несколько раз увеличился сбор помогателей. Мы просили об этом, и Бог помог. Знаешь, когда ты это слышишь, без всяких имен, все. Это Господь делает так. У нас никто не нуждается. Сейчас мы сказали, потеряйте, кто нуждается. Я вот вашу рекламу даю, там, на нашем ресурсе. Всегда я говорю, это люди, которые кормят тысячи людей. Не сотни, а тысячи. Но сами нуждаются, чтобы помогли, там, обновления техники и другое. У меня простые слова каждый день я выставляю. Ну, просим. И потом пять роликов про эту семью. А уж как Бог даст. Мы, ничего не имея, Павел говорит, всем обладаем. Это надо помнить об этом. Да у нас тут ничего нет. Две лет-то. Представь, а некоторые слитки золота ложили. И вдруг она вышит из них. Бог смотрит не на то, что ты дал, а на то, что у тебя осталось, когда ты дал. У Бога обратный отсчет идет. И ты тебя запомнишь, это, о, как ты запомнишь. Если ты это делаешь, то так и есть. Я вот сегодня говорил, из храма высшей ты был, слышал? Я просто говорю. Не просто так. Кто скажет, почему нету машины во дворе у Нианилы? Все время машина среди недели стояла, и вдруг нету. Мне сказали, уехали они, и мать забрали, увезли. Никто не знаю. Я не иду туда. Почему я был? Мне отказали, когда она приехала. И поэтому я второй раз, ну что нахальничать-то. А когда первый раз, и нету человека здесь, я ходил. Мишину, Татьяну тревожил. Серапиму один раз нету. А она в огороде. Так сегодня, ух, она как взахалась, все бросила, и уже здесь стоит. Никто не знает. Я сказал, закрыто. Созвоните. Созвоните хотя бы. Вчера мне сказали одну новость, которая как-то меня касается. Трагическая новость. Я спрошу. Вы знаете, у нас здесь приезжал, раньше помогал. Ричкунов, Алеша, звали, он Леонид Ильич. А сын у него, Гавриил. Кажется, два университета или что-то, все на отлично, с красным дипломом. И у него брат Тимофей. Девочка его была. Как ее звать? То ли Ульяна, или как? Не знаете. И на днях он где-то, что делал, не знаю. Лестница, и он разбился насмерть. Не говорил, сын его, Тимофея. Ну, тому, вы знаете, сына того. А вот я бы раньше не написал и не сделал, что книги насчитал. Это от Алексея Ричкунов. Помогал. Он был великий в этом смысле, любую технику ремонтировал. Одной кнопкой у меня десять магнитопонов срывалось, останавливалось. Восемь раз быстрее, чем нормальным голосом слышать. А потом слушал на 4,7. А записывает две дорожки, наверное, в 19,8. И вот это его сын. Знает, созвониться, телефон если есть, это Надежда Васильевна. Надо сказать было. Что было? У нас близкий знакомый человек есть, верующий глубоко, прислуживает церкви. Надо вначале работать, и надо окна. Ждут, архиерей приедет. Надо протереть окна. А там, говорит, окна, лестницу ставить надо. Больше двухэтажного дома. Огромный храм. И эти окна там метро тыли. А рабочие не работают, не делают. Я, говорит, полез там. А его утешают. Если ты разобьешься, канонизировать будут. Ты же в храме. Так что, близкий человек, я сказал, больше никогда не делай это. Не надо. А архиерей побыл, он да на окна смотрел бы там пылинки наши. Ему не это надо, архиерею. Если он верующий. Чтобы люди Бога знали. Тем более сегодня, я не люблю это слово, проблема. Они буквально эти дела окружают их. Но мне все это сообщают. Надо Надежде Васильевне не забыть спросить. Что случилось? Говорят, нетрезвый был. Гавриил это все в рот не брал. А Алексей от этого и погиб. Вот такое дело. Кого молиться-то? Дочь его была тут у нас в лагере. Не в бозобедлагере, она жила здесь уже. Очень хорошая девчонка. Такое редкое имя, кажется, Ульяна. Пошли. Одиннадцатый стих. Почему же так поступаю? Потому ли, что не люблю вас? Богу известно. Но как поступаю, так и буду поступать. Толкование. Намереваясь объяснить причину, по которой он не брал от них, а именно, по причине появления лжи апостолов, он этим подрывает подозрения коринфян. Ты не берешь, как кажется, по ненависти к нам. Поэтому и говорит, я более люблю вас и не хочу оскорблять вас, потому что вы легко соблазняетесь. Но он не говорит так ясно, чтобы не постыдить их слабости, а обращает свою речь к другой причине. Кто мне сегодня вопрос задал? Вопрос просто так не ответишь. А вот вы там где-то, что-то, приехал к вам митрополит или кто-то, и вы видите, неправильно делают. Вы прям сразу говорите. Вот вам там то и дело, что не сразу. А почему? Был такой царь, да вызвали его. У него там, кажется, уже четыре было жены. Война идет, а он по крышу гуляет. И увидал в саду в чужом. С чем она отличается? Это все то же самое. И он царь, там в соседнем дворе, женщина, приведите ее сюда. И не просто так, а пропустил через кровать. Это Давид Шимсал, мы считаем. От Бога не скроешься. У него пророк Нафан. Как? Пришел прямо в лоб и сказал, ты блудник, убийца. Нет. Вон было два человека. У одного овечек табуны. А у одного одна овечка. Она на груди у него спала. И когда гость пришел к этому, к бедняку-то, и он не взял, к богачу пришел, он не взял ни одного овечка из табуна, а у этого отнял. Как он возгорелся? Ну, смерть ему. Хотя за овечку четыре надо платить, но не смерть. Он говорит, это ты. И скорее, видимо, ноги унес. Сталину ему кто так сказал? В ГУЛАГе сколько погибло? Война началась, ни одного опыта, ни генерала нету. Капитаны дивизии местами. Ну и что он знает-то? Он знает, как здесь стрелять-то. Компактно показать, с другими фронтами. Ума на это, нету никакого. А то надо учиться, академию окончать. И он как подошел? Сначала притч сказал. И когда Давид возгорелся, тогда говорит, это ты. И ты отнял единственную овечку. У кого? У Урии Хитиянина. И теперь убил его, отправил. Когда штурмовать, он смелый такой. Кинется, а вы отступите от него. Он один останется там. Ну и все, закрыто. Он думал, грех пройдет. Она приходит и говорит, грех растет. И он что придумал? Призвать его. Иди дома ночую. Напойте его вином. А потом догадываюсь, от кого. Он не пошел. В царском дворце, помните как? Все воюет. Царь на военном положении. А я выходил, отдыхал, женой любовался. Да не будет этого. Они поняли. От него по-другому не избавиться, как только убить. И вот сразу вы говорите? Нет, не сразу. Не сразу. Вот даже архиерей, когда здесь был, и заметьте, как подхожу. Я подхожу, стану и встаю, я не говорю что-то. А кто ведь рядом, батюшка, никто толкает. Стоит. Что? Благословение ждет. Вот теперь я буду говорить уже по благословению. А теперь не просто так. А я и вопрос задам. Говорю, а сам вопрос задам. Владыка, а вот как апостолы поступали? Нам-то ждать, не можно поступать? Конечно, можно. Хорошо. А вот вы, когда выезжаете, мы только колесам вашим клоняемся. А вот так, как написано, преклонили колено, и плакали, падали его на шею. Мы можем с вами так проститься? Он говорит, а почему нет? Я сразу говорю, плащ, палатку, одеяло, вытаскивайте к нам. Вот Володин дом там, Калашкинский называется, Белый дом. И он туда пришел, батюшка был там, священник, семинарист, наши люди, все встали на колени. И совершили молитвы. А, прекрасный ролик получился, и фотографии. Я потом Владыке написал, Владыка, вот такое получилось, можно я патриарху пошлю? Он говорит, а почему нельзя? А почему? Не то, что я, а то, что до нас дошел слух, что архиерея этого, Иваника, фамилия его, отправляют в другое место, где обхуды. Зайство, который был, Деметриев Максим, он все разрушил. И губернатор, тогда был, вот, и он прямо написал, видимо, правительство там, или патриарху, чтобы его убрали отсюда. Он перессорил всех. А что делать? Не отреагировать не могли. А почему? Я объясняю очень просто. Карлин, это юрист очень высокого масштаба, никакого-то государственного, ни в сельсовете, ни в области, а в Москве над всеми. И он против закона не пойдет. А кроме того, он видит, что Путин с патриархом часто бывают вместе, и там он, все совмещается на то, что будет вот так, как я говорю. И когда это случилось, все так, а как вы знали? Да никак, просто маленько-то это все. Прошурупить надо. И убрали его, убрали. А этот был в Иерусалиме, служил в Эстонии, служил в Чехословакии, и везде у него ордена от этих правителей. Он приехал, наладил все положения, все по-другому пошло. Вот это-то, Сергий-то. Я ему когда говорил, я тогда написал патриарху, он приехал на эти развалины, а теперь мы так живем, не берите его отсюда, он так нужен. И ответ пришел, что нет никуда. Ну, о нем написали, а он потом мне сказал, митрополит, и говорит, вы так обо мне отозвали, что я того недостоин. Вот так. А тут затребовали с меня, не с ними, а с патриархи, затребовали владыка, чтобы дал мне характеристику в народной линии, такая организация православная. И он дал мне просто блестящую характеристику. Ни канонических, никаких там противоречий не установлено. Человек пожилой, исповедник, и это требует к нему уважительного отношения. Вроде беречь надо. Видишь как? А если сходу я бы подошел, давай владыку. Нет, надо посмотреть. Прелюдия называется. Как? Опыта, если нету, попроси Господа, чтобы соответствовать проповеднику. А если этого нет? Ну, все впереди. У меня-то ничего впереди нету, кроме страха Божия. Вот вы увидите, человек полный. Я буду говорить проповедь на эту тему. Страх Божий. Это так просто. Человек, который вот, разжиревший, так вот просто, написано, и уточняют себя без страха. Уточняют, тучные делаются. И он ничего нету. Он сидит, головой покрутит, обратно, ни в какие рельсы уже не поставишь эту машину. А почему? Четыре причины. Попутно говорю. Первое, обжорство. Второе, не попотеет, когда будет работать. Лишний раз не выйдет на работу физическую. Рядом, ритмины. Шланг, если протянул где-то, дорожку обратно, ямку не засыпет. Я уже заходил на дом, просил, засыпь, ты же ее копал-то. Не будет. Третье, это четыре качества. Любит спать днем этот человек. Много спать днем. И четвертое, это безразличие. Не беда какая, он даже ухом не шевельнет. Он не побежит помогать. Вот почему жир накапливается. Это называется на своих костях носить чужой жир. Вот и все. Но сегодня я не договорил, вот вы сказали, три качества, которые первая, семидневная неделя, второе, вера, что будет суд Божий, третье, что было наводнение на всей земле. Во всех народах. Но иные понимают, развил, сонил, и все вокруг утонул. Они не видели дальше этого. Но у них это сохранилось. Три момента во всех религиях мира это есть. Я с разными людьми беседовал. Откуда вы знаете? Ну, не знаю, у нас где-то так написано где-то. Я говорю, в Библии написано. Так мы Библию не признаем. Другие, которые взяли, переписали, а бывает, передавали устно. Представь, сколько лет прошло от Адама, когда Моисей начал писать. А не было написано как? Передавали устно. И поэтому, что ранее появилось? Предание или писание? Предание, которое сделалось писанием. Не сегодняшнее предание. Пошли. Двенадцатый стих. Чтобы не дать повода, ищущим повода, дабы они, чем хвалятся, в том оказались такими же, как и мы. Толкование. Здесь совершенно ясно высказывает причину, по которой он не брал. Поскольку дьявол знал, что люди века сего преимущественно любят тех учителей, которые ничего не берут. Кто научил лжеапостолов и это истолковывать по-своему? Ибо они не поступали в этом случае справедливее, хотя и были богаты. Но уча не брать, брали. Поэтому он не сказал, что бы в чем поступают справедливее, но чем хвалятся. Это и составляет очевидный признак хвастаства. Итак, апостол, понимая это, положил себе за правило не брать у них ничего, даже и тогда, когда нуждался в чем-либо. Что бы отразить нападение их и не дать место для порицания себя. Хотя это не могло быть предметом порицания, потому что согласно законам Христовым. Но поскольку коринфяне по слабости все-таки соблазнялись, то он и предохранил себя от этого. И, наконец, лжеапостолы, будучи ниже истинных апостолов во всем другом, и в этом не имели никакого преимущества. Можно сказать, что они уступали им уступали бы им и в том случае, если бы не брали, так как они были богаты. А Павел не брал, терпя нужду. И что они несправедливо поступали, а лицемерили, апостол же поступал справедливо. Толкование не выходит за строки писания. Поясните, где у вас касался этот стих? Хорошо запоминается, где ты участник был. Это очень хорошо. Тебя ударила машина, когда уже сколько лет ни разу не ударила, а ты все то помнишь. Как я в это время что-то в руках держал, как у меня выпало это... Ну как, матушка так в стекло ударилась под машину, а там идет самосвал, задавил ее. Считали про это, сколько ребятишек осталось, а он от горя или чего вскоре умер. Прям ту же. Вот это вот забота, чтобы лишнее не сказали. Есть люди, от которых никак нельзя брать. Никак. А как? Ну ко мне на работу, я примерно говорю, я около зеркальной паблики дежурил. Пришел человек, нашел меня, знает, и говорит, я пришел помочь вам. Я внезапно разбогател. Я говорю, а откуда деньги? Я открыл магазин, книжные. Ну я так реагирую, что народ любит, я им все. Я говорю, а есть у тебя такие нехорошие-то? Какие нехорошие? Ну сексуально, такие срисуют. Конечно. А еще бы покупали люди-то. Не могу, Валера, принять никак. Почему? Знаешь, у нас цена блудницы и собаки приравнивается. И жертвовать собаку, вот я продал, она породистая. Вот сейчас продали одного, там они, кажется, полтора миллиона долларов в Китае. Он такой вот, со стол, вот такой ширины, его не пропустить ничего нельзя. Ну и как? Цена хорошая, его продали, а деньги на... Ты можешь эти иметь на детские сады, на престарелых, на больницы, школы. Это можно. Дороги строить, но в церковь нельзя. Библия говорит, не жертву, цены какой. А почему? Деньги не пахнут, пахнут еще как, воняют даже, не просто пахнут. Ну вы считаете, слово Боже, так? За собаку, я не торговал собаками, а покупать приезжали. Я занимался в уголовном розыске, и у меня две собаки заодно из Алмата прилетели. Ясное дело, что я продал ее. Но на другие дела какие-то, в чем ты нуждаешься. И вот здесь, когда Павел говорит, от них не брать, иначе они будут укорять. Он мне сейчас только батюшка говорит, всем понятно, вот четырехтомник, это из-за ли, одними, твоими силами не сделать. Сразу чувствуется тут много участников. Как сделано оно, как перепроверено, до одной буквы под Ё под Ё подогнали, это все надо было метелить. Это же не просто так. Он только маленько, и уже все правильно отвезем. А как участвовали? Участвовали и жертвовали. Это стоило несколько... А всего экземпляра пятьсот тысяч. Какой это? Тираж. Там написано, кто участвовал. Участвовал. Там корректировали. Со снимками кто работал, как это подведено было, в каком порядке. Это специальные люди, они все указаны здесь. Но это не то, что кто жертвовал. А жертвователи указывают. Вот у меня первое стихотворение вышло. Церковь, свобода, тюрьма. И там написано, напечатано на компьютере, который подарил вот такой-то человек, древо жизни, он там находится. вот оттуда, с Москвы. Писатель один, Александр Нежный. Александр Нежный. Он привез прямо ее. Мне подарил. Я работал, помогал в тюрьме, в тюрьму подарил, и сказал, очень нуждаются. И мы отметили. Больше я нигде не отвечал. Вот об этом речь идет. Вы все-таки старайтесь как-то быть в этом. Вот я могу сказать, к чему бы я хотел вас призвать, но вы только не скрывайте. Вот сколько вас в семье? Кто раньше всех встает? Ты можешь сказать. А кто больше спит? Скрыть. А кто меньше спит? Можем показать. Кто встает на ночную молитву? Я пять минут. Ну, пять-то минут. Под старость вообще не надо будить. Столько раз приходится вставать. Вот. И что? Ну, вот, их, которых можно, зато усказать, разбуди ребенка. Если не сегодня, то когда? Ночью все растения умываются, рассорят их слезами. Я стараюсь, когда молиться за них, выйти за ограду. За ограду. Голову повернул, погадусь за кого-то, помолиться. В первую очередь. Кто против идет. И всех помянуть. Я могу сказать, которых по именам мы еще перечисляем, это, ну, в первую очередь, враждующие, а второе, те, у которых дела такие, чтобы погода была, и Бог устроил, все детали все были. И о всей деревне, чтобы Господь прислал добрых поселенцев. как и сохранили школу, о школе молимся. Вот кто-то в земле, вновь, вновь сказать, тебе не похвалят тебя, ты с мое, поработай, я только лег, ложись раньше, чтобы ты за рулем не заснул. За рулем заснуть, вы знаете, чем это стоит. Я как-то говорил, вот так слово, а один поднял руку, профессор, и говорит, хотите, я вам расскажу, случай со мной был. У Лесько, У Лесько, профессор. И он говорит, вот, жена вроде, Наташа, она говорит, откуда-то там, с юга. Вот затеяло, поехали, поехали. Я говорю, ну, некуда, ну, ну, поехали, съездим летом же. Университет-то вроде закрытый. Мы поехали. Надо мне вовремя вернуться. И я, говорит, сказал, ты сиди рядом со мной, никуда не отвлекайся, и гляди, чтобы я глаза не зажмурял. А если ты уснешь, то с открытыми глазами будешь спать. Это не секрет. И я вдруг во сне вижу, говорит, икона, вот так вот, на дороге, и вот так вот, она меня, говорит, поднимается, и Божья Матерь говорит, куда ты едешь? На кого едешь? Я как проснулся, я на встречной полосе еду, а жена рядом спит. Я как крутанул направо, а тут обрыв. Когда остановил машину, вышел, пошел хоть умыться, там, речушкой течет. Я говорю, что, да я не спала, как я, вот я скажу, что сегодня спали кто? Спали. Спали прямо. Я как-то задал попутный вопрос, хотел сказать, у православных есть одно чудо, нигде веры нет, только православная, она стоит спать. И вот, то глаза зажмурялась, сидит, что свет бьет, а тут света никакого нет, батюшка ушкодила, и гляди, вот на тебя прокинет. Уснула. Встала, и за стул держалась, и опять уснула. И вот здесь поговорили, а перед глазами стоит образ. Я приехал, и пошел в храм, а прибыл в АГТУ, технический университет, учился в нем, да, и рассказал там у себя. И священник говорит, о, то по телевидению обязательно надо рассказать. Ну и рассказал, говорит я. И когда был, он говорит, а ты запомнил, что не запомнил? Я глаза запомнил, какие у ней. Пошли в храм, он привел меня, я когда смотрел, то ли в другой храм пришли, только зашел, вот эта икона, вот эта встала. Божья Матерь, вот ты это запомнишь тогда, потому что его коснулось. А как борются с этим? Я спросил в Германии, как борются? О, тут строго. В машину прибор вставили, если ты едешь 4 часа, выключается, все. Ну, может быть, 100 метров добавить, чтобы свернуть куда-то тебе, чтобы ты поспал не меньше часа. И машина все отмечает, если меньше, она не тронется с места. Все, поехали. Я вот говорил сегодня, как вот, если ты не помог кому, тебя взыщут за это. Какие законы-то хорошие, чтобы мы применяли все это к себе. И вот так и здесь. Вот он сказал, Павел-то говорит, сказал-то для чего, чтобы начали помогать, более усердно. Я ни к чему не прибиваю здесь. Я знаю, как живете, нет, но на ночную молитву как-то объединитесь с серией. Ну, я не о многом говорю, о пяти минутах. Желательно все вместе. Вот у меня жила, она племянница, она где-то училась, и там студентки молодые. Сколько? Трое, кажется. Я их пустил. К слову сказать, я за квартиру не брал ни рубля, за всю жизнь. Ну, условие одно. Ночью вставать на молитву. Вы согласны? Да. А сколько будет? Ну, минут десять. Вместе помолимся. А вы опять-то доложите, все. Как-то идти, позавтракайте и пошли. И все выдержали. Я их сразу приручил. А что вы? Где деньги-то какие? Ну, мне папа присылает. Кроме этого, стипендию дают. А сколько идёт? Да кто считал? Что надо, я и беру. А хватает? Не хватает. А у меня будет хватать. Голодные не будете. Давайте договоримся. Сколько будем ловить? Одинаково. По 25 рублей. Да у нас всё будет. Картошка своя, морковка есть. Ну, соглашайтесь пока. Один месяц проживём так. Так. И прожили не на 25, а на 15. Моя десятина где лежит? Я договорился. Давайте, которые деньги остаются? К десятини прикроем сюда. Знаете, сколько будет благословений? Они пришли, там, из неверующих семей, но они это заметили. Вот мы были, там-то, то другое, а деньги куда отдать? Вы сами будете свидетели. Мы отдадим там, где печатают Евангелие. Вы со мной пойдёте и отдадите. Своей рукой. Понятно, как у них след очень хороший остался. Кто-то навсегда остаётся. Кто-то домашним расскажет. И здесь Павел об этом говорит, что мы собрали. Почему? Куда? В Иерусалиме голод. Всё подорожало. Наша церковь очень бедствует иерусалимлянам. И теперь, чтобы не подумали, что я, я сам не понесу деньги, вот такого брата, один похваляемый всеми за благовестие, а кто думает, что Лука евангелист. И вот с ними, если хотите, идите. И там они уже будут покупать, распределять. Вот живое Евангелие, оно с нами заговорило. Такие же люди, так же и есть хотели. И как он собирал? Допустим, я с кого-то брал, говорит, обманом. Даже допускай это. Ладно. Ну, не всё сказал, вы пожертвовали. Но воспользовался ли я этим? Вы этот, а знаете, что я ни копейки не взял. Это Павел говорит? Не я. Я у его ног сидел. Я у него однажды. И как, прям во сне видели? Почему на во сне? Это наяву. Если ты Евангелие воображаешь и представляешь, это наяву. У кого-то нет возможности. В семье не верующие, потеряли Бога. Это другой вопрос. Но если все одинаково, в одну церковь ходите и согласны заранее, попробуйте. Вот сегодня только так, значит, пораньше ложитесь. Управились всё, и не надо до часу сидеть там. И во сколько все эти? А как примерно договоритесь? И ночная, дневной молитвей будет. Ночью, Павел говорит, и днём. И мало того, говорит, со слезами. Когда последний раз плакал на молитве? Это дар Божий. Вот я ещё не встретил ни одного человека за жизнь, который плакал бы, молясь слёзной молитвой. Который просил бы, Господи, дай мне слёзной молитвой. Вы не знаете, что-то такое? Не знаете? Я просил. Первый год, 62-й год. И там достали Библию, тогда трудно было достать её, надо было из-за границы, кто работает, моряки там, и кто-то тайно пронёс, а потом тайно здесь уже из порта вывезти. И они, ну, смели достать. И какому-то брату, это, пятидесятники. А у меня, ну, Елизавета нет ещё, а Евангелия Тиана Матфея есть. И что? Я прошу. Вечер идёт, а тот человек, которому назначили, он явился. И они там пошушукались и говорят, у нас молодой братик здесь, это я. Давайте ему подарим Библию. Я даже уже ничего не помню. Я её взял, вышел в коридор, уткнулся в одежду, и сколько они там были, там собрания было, я плакал и плакал, и плакал, стоял. Это, это необъяснимое. Когда ты не обижен никем, ничего, слёзы благодарности. Я просил Господи, боялся просить, это невыполнимо было. И как ты сделал, что меня пригласили, и они согласились дать. Понимаешь как? Выпросить у Бога вот это надо. И ты это так будешь ценить. Есть интересные рассказы, я попутно скажу. Один приходил в церковь, там жертвов, семья, и трудновато жить. А работает в каменоломне. Камни надо долбить, шлифовать. И батюшка решил помолиться о нём. Вот у Никипора обстановка такая, Господи, сделай что-нибудь, чтобы он что-то нашёл или что. И он завтра начал долбить камень, не нашёл золотые слитки. Он разбогател мгновенно. Ну, в один день. И теперь к нему не попасть. Он пошёл, когда он слышал, как он расправляется, которое не так, да что ж такое. Он пошёл, а он не сам, которые там, в кабине, рядом сидят-то, в приёмной-то. И с ним так поступили, что прогнали его. Он позавлялся, Господи, я просил сам, не знаю, сделай его опять бедным. У него что-то нашлось, штраф наложили, и у него всё пропало. Он опять пришёл к нему, опять беседа, пошли. Вот, понимаешь, это рассказ, но который в жизни может быть. Я поверил в него. Пошли. Тринадцатый стих. Ибо таковые лжеапостолы, лукавые делатели, принимающие вид апостолов христовых. Толкование. Что ты говоришь, проповедующие Христа, не вводящие новое Евангелие, как сказал выше, теперь стали лжеапостолами? Да, говорит, по этому самому. Ибо лицемерие в этом они вносят тайны нечестивые догматы. Лукавые же делатели, так как они только кажутся созидающими, а на самом деле исторгают то, что было насаждено. И имея только наружность апостолов, суть поистине волки в овечьей шкуре. Ну, это что-то говорит так и понятно. Вот сейчас лавина против меня идет в интернете. Один там когда-то выступал, какой мы приносим там юрисдикции. И там такие, ну, узнают люди-то, там больной человек лежит, ему платят, и он собирает из наших, которые у меня стоят ролики, фотографии, а сейчас можно слепить, как угодно. На собаку твою голову прилепят. Но они видят, что меня не пробьешь. Они на задержку сильную взялись. И показывают в непотребном виде. Ну, все. Я тогда посоветовался юрисдикции, я говорю, как это что? А где-то человек в Казахстане. Алмазов фамилия его. Да как вы обратитесь туда в прокуратуру. Ну, а что они сделают? Ну, сделают. Потому что хорошее отношение. Я взял, написал. Ну, прям короткое время прошло, мне ответ идет. Все разобрались, подтвердилось. Оказывается, у него приют был, которых он принимал, на женском теле зарабатывал. Ну, и все там. И больше ни одного письма нигде не было. То есть, иной раз можно обратиться. Нас просили к объединению Московской Патриархии, а мы сидели за столом. А батюшка наш говорит, ну, как говорит, вот сейчас выставили против нас. Ваш уже это, тогда был Максим. И говорит, что они не Богу поклоняются, а дьяволу. А архиерею говорю, да вы что, это кто? А тут Георгий сидел в священии и говорит, да это такой-то, такой-то в Горном Алтане. Убрать! Я пришел к Далунике, чистое место еще не было. В архиерея жезл в руках. А они обнаглели, дальше нет еще. Все прикрылось, больше никогда не было нигде. Видишь-ка. И поэтому обращаться нам не запрещено, поистине, когда, ну, явное дело, что вредить делу. И тем более, это мы считаем, вот такая была обстановка, и так он добился, и заботился о том, чтобы не стали обвинять. Ты деньги собираешь? А мы собирали так на себя никогда ни разу. Ни рубля. Но у меня есть люди, которые наши, на которых адрес, куда перечисляют, и вот за трех том, который мы переиздали, кажется, пять с половиной миллионов обошлось. Сегодня вообще подойти невозможно. и моим иззателем-то, это автор всего этого я, непонятно, что из меня нашло, я не видал деньги, я знал только сколько. Кто-то договаривается, кто-то пересылает, предоплата. Конечно, сейчас мне легче работать. И здесь какая? Вот то, что они довезли с Можайской, к Лиде, сюда, 220 тысяч. 220 тысяч только за подвозку. Но они дешевле, чем в Горном Алтайске. А тут бесплатно привезли, но дороже в общей сумме. И вот этот четырехтомник они сделали. Ты его видел, нет? Да. Как сделано-то? Ну, ясно дело, люди, которые смотрят, одного никогда не издать это. Как есть. А что привлекает это? Это не то слово. Когда люди начинают читать, вот сейчас я говорю, занятия идут по первому тому, там мои 600 вопросов. Вопросы и ответы. Это, знаешь, как поднимает уровень. Такие же люди сидели в зале, в аудитории. И они сохранились. Многое-многое пропало. А потом меня стали упрекать, а почему вы сказали, и все исчезло, мы все не запишем. И мне стали подавать записки эти. А они у меня в мешочке были. Целый мешок, наверное. Тут интересно. У меня был, батюшка знает, Карелин фамилия, священника. И сидел на кровати, когда мы, Нафанаил печатает, а я отвечаю. Я сыпанул, как из мешка-то, и там, ну, много, ну, 4000 записок. И он их берет, выбирает. Я говорю, выбирайте, какой вопрос вам надо. когда он набрал одну, вторую, третью бумажку. Вот эти вот вопросы. Ну, и когда я даю, Нафанаил записывает, а дальше я говорю, он печатает. А этот, кстати, Владимир Збать, он говорит, я ни одного вопроса правильно не ответил. Ну, что он сделал? Книги приобрел, из книг вопросы, крупно напечатал, где продажи у них есть, и какой том. И люди стоят, он говорит, он смотрел, вопрос, а у него книги там, чтобы не видели, или под столом где-то, на полке. А тут рядом у него комната, где заниматься можно. Это единственный случай, когда мои вопросы с нашей книг, с какого тома, и люди спрашивают, он берет, дает и считает ответы. Вот. Ради одного этого стоила, и мы у него были, там, такой интересный батюшка. Он тоже принадлежал к зарубежной церкви, а потом, видимо, пришел. Я могу ошибиться, батюшка лучше знает. Ну, факт такой. Поэтому, и никто не поверит, это и нет. Не бери за это отвечать. Совершенно невероятная вещь бывает. Прямо ни на чем может обратиться. О погоде разговор зашел. Ну, я его повернул так, что погода, это политическая обстановка в стране, религиозная. И как это надо воспользоваться этим. Какой вопрос не задали, его нужно разъяснить и показать в духовном плане. вот это искусство Господь дает. Вот это проповедь в стихах. И таких проповедей у меня там получается 3900, кажется. Тысячи. А как определять? А сегодня есть такой сервис статистика. если книга какая есть, я раз нажал, а там покажут сколько букв, знаков. Сколько. Бывает с пробелом, когда между буквами, между словами. А бывает без пробелов. Она сразу два дает. И я взял, попросил в интернете люди таких-то, таких-то поэтов. Я набрал 32 поэтов. Кушкин, Лермонтов, Некрасов, там Роберт Рожестович, Владимир Высоцкий. 32 человека. И они набрали 32 сколько за всю жизнь в моих четырех томах, которые за 9 лет написаны, так у них поменьше маленькое. 32 человека. Ну все. Теперь до Буховки, до одной Буховки точно я уже выпустил. Давал, я скину. И там все поэты перечисляются сколько. Больше всего у Пушкина и Усоцкого. А остальные там у этих по 525, кажется. 526 тысяч. А у меня 3 миллиона ну вот 980 тысяч наверное. Да еще не все. Недавно был у батюшки, у него такая книга лежит. Например, вот такой толщины потолще. Я вижу, это мои письма переплетенные. И там корочки, зайдите, каптал, все как надо. 650 страниц. И таких у меня взяли ну, примерно больше 80 книг. Я переплетчик сам. И сожгли в КГБ в Краевой прокуратуре. И после этого у меня еще 77 томов написано было. 1200 писем в год. И которые ко мне, которые от меня, они все там есть. И нашел я стихотворение, я отвечал стихи, не стихи, а ответы в стихотурной форме. Я как первый раз видел. Это еще не вошло. Еще надо поискать. Пошли. 14 еще 10 минут наших. И не удивительно, потому что сам сатана принимает вид ангела света. Толкование. Ибо раз учитель их сатана решается на все, то нет ничего удивительного, что и они подражают ему. Ангела света, разумеет того, который имеет дерзновение, предстоит истинному свету, возвещает, что и Бог свет есть, а в нем он есть свет. Дьявол преобразуется в такого ангела, но не бывает таким. Так и лжи апостолы имеют только вид апостолов, но не самую силу. Научимся же отсюда, что делать что-нибудь напоказ из-за тщеславия, свойственно особенно дьяволу. Комментарий Игнатия Тихоновича. Господь называл лицемерами молящихся напоказ. Это особенно свойственно православным в каждом богослужении всего неимоверной пышностью и театральностью. О проповеди напоказ Христос не говорил ни разу. Даже более того, апостол радуется и неискренной проповеди филиппийцам 1.18. Но что-то того, как бы ни проповедовали Христа притворно или искренне, я и тому радуюсь и буду радоваться. Итак, довернется проповедь на свое законное первенствующее место и досядет на Моисеевом седалище, где сегодня угнездились молчаливая бездарность и трусливое крестовидие. О! Это комментария. Епископ говорит, где комментарий, я перевистываю и не считаю. А другой говорит, я только ищу, где они есть. Конкретно. А как это принимает вид Ангела Святого? Исаакий Пещерский. Отдельно, замурованный, и с ним можно общаться только, ну, я не знаю, ведерко вынести от него или подать. И каждое утро к нему подходит вообще, благослови, а он не священник даже. И вот к нему является светом озаренный, благоухание, полная келья. А кто на небе принято уже решение, тебя Господь берет. 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 И он так, когда Христос за тобой придет, а когда, не знаю когда, но где-то придет, он молится, уже мыслями там, и вдруг комната озарилась светом, ангела запели. и в это время заходит Христос. Он упал, многие-то смотрят, а там курьи ножки. Ух, как раздался хохот, Исаакий наш, Исаакий наш. И схватили его, как бадминтон играет, когда перекидывают друг друга в руки-то. Утром пришли, и отче благослови. Тишина, никого нету. Отче благослови. Что-то не ладно, разломали тогда стенку кирпичную, где он сидит, замурованный сидит. А он лежит. Но поняли, что живое. Стали разбираться. Глазами хлопают. Ну, не езь. День, два, три, недели, месяц. Он же умрет. Ложка, это ложка называется, Исаакий, бери. Он вроде глаза смотрит, а не знает. И наставитель говорит, не заставляйте есть. Он год не ел. Ему все это было. Написано, и Господь услышал молитву, братья, и он опять вернулся, но отдельно уже идти не хотел. И где-то у него келья какая-то была, оттуда такой печник, наверное, был. Пламя прям вырывалось. А он залезет, задавит ногами, пламя-то и стоит. Исааки Печерский. Ну, вот я однажды считаю, мне тогда того, не знаю, еще у меня смерть прямо подделал, что я отдельного теперь не хотел. Я, грубо говоря, достукался. Считаю, и засмеялся. А Надежда Васильевна, тобой тоже дьявол-то издевается. Считаешь, насчитываешь, это дело-то я не могу никак. Это было смешно. А у нас вторая строительная 62, одно только одно. Вот такое окно. С этой стороны тут иконы висят. А с той стороны палати разные. Но одна. Все вместе с кухней, с туалетом. 12,8 метра квадратных. А это, которое окно там, а там дорога, и мимо нас сворачивает на Осипенко. Тут там отдельный район такой. Люди идут туда. И вот я в это время опять надо насчитать его, я прервал его. И в это время вот так вот. а курга такая на улице. Ну кто? Кто? А коридор один, открыть двери, а там еще две квартиры. Нас трое. Три квартиры. Но еще никто не ходит. Кажется, время 12 часов. Мы посоветовались, а колокол зала недалеко. Кто-то приехал. И они-то меня не слышат, не видят. Другого-то нет, они приехали. Я говорю, давай откроем дверь. Открою, я дверь выгнал, под окном следа никакого нету. А вокруг сколько хватает свежий снег, который выпал. Следа никакого. А про него читаем, он дал знак. Я живой, никуда не делся. Берегись. Все-то там потом у меня будет разгромлено, КГБ будут обыски делать. И принимает вид ангела света. Никогда не догадаешься, в каком виде. А как ты узнаешь Словом Божьим? И вот говорится, если молятся на показ, дома, а вы как? А здесь, чтобы меня видели. А вот на проповедь не сказал. На показ, не на показ, Павел говорит, ты тому радуешь. Потому что от поклона моего никто не обратится. А от проповеди обратятся. Вот мы прочитали это толкование. Так, у нас еще 4 минуты. Вопрос. Давай. Ищите прежде Царствие Божие и правды Его. И это все приложится вам. Вопрос. Ходят ли слова и это все приложится вам здоровье? Это все. Это, не другое, а это. А впереди речь-то шла о чем? О питании, об одежде. Больше ни о чем не шла. А то и все считают баптистность, и все остальное приложится вам. То есть, должна быть машина, хороший гараж, там, но все остальное. Нет этого? Все сие. О чем впереди шла речь? Это приложится, когда ты доверяешься Богу, голодным. Павел говорит, Давид говорит, я жизнь прожил и не видел праведника, просящего хлеба. Я могу подумать, только сидел где-то, не видел, сколько их таких. Но он говорит, я не видел-то. Не перетолковывайте мои слова. Еще напоминаю, есть человек, который сказал, я отвечаю за свои слова, а не за то, как вы их поняли. Вот так. Отвечать слова Евангелия. Здоровья здесь нет, а здоровье. И мы не знаем. Вот батюшка служил где-то, из Силькули, кажется, и там была одна парализованная. Но она научилась что-то вязать, она батюшке что-то связала, то ли свитер, или что-то такое даже. И у нас с ней такое было, переписка была, а она была фигуристка. И когда она раскрутилась, она на коньках-то, и в это время конек попал в щель. И конек-то строчит, дальше нога, и дальше она еще поворачивается, а нога отдельно от нее стоит. И вот в таком состоянии, с ней говорят, какая была, ты бы хотела вернуться? Это, наверное, я ей задал вопрос. Нет. А я кем буду? Ну, кем была до этого? Нет! Тут решительно нет. Вот у нас был Иван Андреевич Волчатников, слепой от рождения. Ну, вот до того хороший. Зайдет, сынные поклоны, кланяется, я уже знал, печку у него делал. И вот он где-то в пещерской лавре, или кто-то, молились, и подошел, кто-то, говорит, Иосиф назвался. Я, говорит, молился, и сейчас мне ответ был о тебе. Ты можешь стать зрячим. А у него нету никаких глаз, а ябки просто. Там нету даже, что глаз составляет-то. А что для этого нужно быть? Стать таким, каким ты был, пока умерел. Я как вообразил, кем я был? Слепой? Нет, не хочу. Он обнял и говорит, молодец. Я, может быть, он тебе и не дал бы зрения, Бог все может сделать, но главное, выбор ты сделал. Прямо мне подошел, прямо в храме, и прямо сказал. Только потеряю. Веру потеряешь. Это я его знал лично. Он хороший такой был, просто добрый. И вот такое было искушение. Я колебнулся даже, до того, охота, сзреть, увидеть, вот как это все. А вы, знаете как, вот сидят, считают, что-то простое, отец говорит, а сын улыбнется и рассмеется. А я сижу и думаю, ну какой, как ребенок. И потом сидели, он говорит, папа, деревья поехали, деревья. Он говорит, сынок, это вагон едет, а деревья-то на месте. А я спросил, а что у вас с сыном? Он говорит, зрения никогда, зрения не было у него. А когда вырос, сказали, сейчас можно операцию сделать. И ему сделали, он первый раз видит все это. Деревья поехали. Я слышал про другого слепого, когда его вернули, он с матерью идет, и увидел там колокольчики, разные цикории, ягоды какие. Мама, почему ты не говорила как раз? Да, сынок, я каждый день тебе говорила. А ты говорил, как? Как он выглядит? Ну, как я тебе могу сказать, как на пасту колокольный звон? Ну, самое хорошее, ну, это зрение, зрение. А ты его не видел. С чем сравнивать? Ну, мягкая, как кошечка. Да нет. А когда увидел, он понял, что необъяснимо. Потому что пять органов чувств, и каждому органу дается свое. Итак, здоровье нам нужно, и будем молиться. А Господь когда? А вы были в такой обстановке, когда думали умереть? А то нынче у меня было. Нынче. Не пять, а шесть болезней на меня кинулись. Одновременно. И две, которые были смертельный исход. И как молиться стали. Тут врачи. У меня подиагностики везде везде. Но нигде ни одного укола, ни одной таблетки я не принял. Прям надо. Не надо. Вот у меня Елена Гладыщук, она составляет меню. Вот это исключительное питание. Вот этого, чтобы не было. Жареного не было. Соли не было. Хлеб там отдельный. Зелень. Зелень. Все собираю. Тут одевачки. Я одевачки каждый день собираю. Листья. Скрапилы трудомные. Рублю им. Вот. Всякие продукты. Если арбуз, то это через час после еды, или за час до еды. Я все строго исполняю. Каждый день гимнастика какая. Лежа. У меня колени было. Тут как черьями все тело обложило. И другое. Почти все исчезло. Но два насторожая, или даже три остались, затихло. И все как надо. Благодарю Богу. Что спрашиваю? Это 85-й год. Но Господь услышал, потому что молились и не сотни людей, и не тысячи. Везде. Во всем мире. И Господь еще продлил. Зачем, не знаю. Но я добавляю, если я угоден, Господи, еще здесь быть, ты это сделай. С молодежью, сколько могу, путаюсь под ногами. Куда бы ни поехали, то прудим, то рыбу ловим. Толкусь. Каждый день собачки на себе дорогу перебегают туда-сюда. На велосипеде езжу. А это все на колени влияет. У меня главное тут с коленами. Не дает. Скрипят. Я посчитал, я прошел больше 3000 километров. Только в типографии, когда ходил, набирал, и по администрации бензин развозил. Начали. 10 тысяч фирманов. Журнал милиции об этом пишет. Ну все. Попроса мне больше? Попроса мне больше? Попроса мне больше? По морю все Spirit для 지원. Попроса мне больше? Попроса мне больше. Я uphill у тебя! Попаса яногда януха, как правил я у leagues. И Доля яhatна подать вопросы?.. Лаше, и мать где Бога нашего, честнейшую херафим, и славнейшую, без сравнения, сиротии. Минь, славеная, Я Бога, Слово вашу, сущаю, оборудоваться для величания. Игорь, брат, помолись Богу. Господи Боже наш, слава Тебе. Мы благодарим Тебя за это время, которое мы слышим Слово Твое Святое. Положи нам на сердце, как нам его исполнить, дабы не лишиться нам Царства Твоего. И ве в этом Твое благодеяние. Пошли нам, Господи, в добрую погоду для уборки урожая данного Тобоя. Слава Тебе, честь и поклонение Христе Божий за все веки. Аминь. Аминь.